Йо-йо-йо, мои мигглз! Всем привет, на связи Rusty Baby. Сегодня мы в очередной раз разрушаем стереотипы, поговорим о том, какую пользу миру приносит волшебное растение под названием конопля, как она сохраняет наш лес и лечит людей, в каких сферах, отраслях ещё её можно использовать. Обо всем об этом вы узнаете в сегодняшнем видео. Погнали! Из прошлых видео мы знаем, что каннабис марихуана — это сортовой продукт с высоким содержанием тетрагидроканабинола, а конопля — это растение, дающее питательные семена и текстильное волокно. Именно о конопле сегодня и пойдёт речь. Техническая конопля содержит в себе меньше 0,1% THC в составе и подходит для промышленных целей. Из неё делают волокно, шьют одежду, ткут полотна и так далее. Из стеблей, которые составляют около 60% общей сухой массы, изготавливают волокно, а также используют мякоть стебля к костру. Конопляной культуре по большей части не нужны всякие перегастоящие удобрения и подкормки, так как растение само способно чудесно бороться с водоносными всякими организмами. Из этого можно сделать вывод, что это суперэкологичный и простой в изготовлении материал. Итак, первое, с чего я сегодня начну, это одежда. Волокна из конопли — одни из наиболее крепких и выносливых из всех растительных волокон. Ткань из конопли не только очень плотная, но также не подаётся растягиванию и сохраняет все свои формы и пропорции. Ткань из конопли и шито из неё одежда пользовались большой популярностью ещё у наших предков за 8 тысячелетий до нашей эры. Люди гоняли в конопляных одеяниях, и им было по кайфу, потому что они знали толк в жизни. Ткань также использовалась в мореходстве, потому что это единственная натуральная ткань, которая не теряет своей формы и не портится при контакте с морской водой. Кстати, конопляная ткань, как льняная, поддерживает нормальный теплообмен человеческого организма, и летом дни не жарко, а зимой не холодно. Это тоже очень классный плюс. Помимо изготовления одежды, коноплю также использовали в строительстве. Как я уже до этого сказала, промышленная конопля содержит в себе от 0,1% до 0,3% THC, и выглядит она иначе, чем сортовая. Растения более высокие, у них более развитая корневая система, и растут они только в аудоре, то бишь на открытом воздухе. Волокна конопли, смешанные с известью, образуют суперлегкий экологически чистый аналог бетона, который обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. Кроме того, в домах, построенных из конопли, прекрасная акустика, никогда не бывает вредителей и сырости. Об этих свойствах невероятного прекрасного материала знали еще аж древние римляне. Первый конопляный дом, разумеется, уже был давно построен, ну как вообще относительно давно, в 2010 году, в штате Северная Каролина. Изготовители утверждают, что этот материал идеально подходит для малоэтажного строительства, так как требует в три раза меньше тепла, чем традиционные бетонные дома. Стены обеспечивают комфортную температуру почти весь год, без разных охлаждающих и нагревательных систем. Также материал не гниет, устойчив ко всем природным осадкам и прослужит вам более ста лет. Чтобы вы знали, там, где растет конопля, никогда не бывает мышей и разных всяких насекомых, других неприятных вредителей. Именно поэтому испокон веков люди на Руси крыли крыши конопляной смолой, а щели в стенах заколачивали конопляным волокном, то есть конопателем. Разумеется, конопля также может служить идеальным сырьем для производства бумаги, но почему-то до сих пор люди используют древесину, загрязняя окружающую среду. Хотя производство бумаги из конопли обходилось бы значительно дешевле, без загрязнения природы целлюлозно-бумажными комбинатами. Кстати, первая бумага из конопли была создана в Китае, и до сих пор у них с этим все хорошо. Живут, растят, потому что думают о друг друге и о будущем, я так считаю. Если вы подумали, что это все, то, разумеется, это не все, потому что конопляная бумага также не требует от белки хлором, что очень плохо, потому что побочный продукт этого процесса вызывает диоксин, один из самых ядовитых веществ, потом отравляющие наши реки и моря. Топливо. Мякоть стеблей конопли можно перерабатывать в древесный спирт, этанол, метан и бензин. Многие дизельные двигатели могут работать на чистом масле, и это, я напоминаю, экологически чистое горючее. Из семян и стеблей конопли можно получать уголь, древесный спирт, метан, бензин, при которых не выделяется сера, вызывающая кислотные дожди и химические вещества, загрязняющие воздух. Ну что ж, давайте не будем о грустном, перейдем к еде и напиткам. Семена конопли — очень ценный питательный продукт, содержащий в себе растительные жиры и протеины. Одна горсть конопляных зерен является дневной нормой белков и жиров, а конопляное масло очень полезно, является источником витаминов А, Е, также омега-3, 6, 9, хлорофила и клетчатки. Масло конопли можно использовать в пищу, как оливковое и подсолнечные масла, если кому надо, его можно купить практически в любом магазине. Из семян многие народы варили кашу, напоминающую густую овсянку, и эта культура с древних времен спасала многие народы в период голода. Жаль, что сейчас об этом все забыли, и в малоразвитых странах не пользуются преимуществом питательных веществ. Конопля является полезной едой не только для людей, но и для братьев наших меньших. Лука, получаемая после помола, является прекрасным источником белка, также может заменить другие корма, но имеет меньше расход, чем обычные традиционные корма, и также является единственным натуральным заменителем синтетических стероидов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта и нормализует обменные процессы. Кожа становится более эластичной и упругой, а мех приобретает густоту и блеск. Я вот, например, не знала, что она используется даже для прикорма рыб. Из жмыха выделяют гранулы, которые обеспечивают полноценный сбалансированный рацион для всех видов рыб и попугаев. Во многих старинных медицинских книгах прошлых веков конопля упоминалась как лекарственное растение. Индийская июрведическая медицина рекомендовала каннабис при эпилепсии, повышенной нервозности и бронхите. Древние римляне и греки с помощью каннабиса облегчали роды у женщин, а основатель хирургии в Китае Хуато при операциях применял каннабис как обезболивающее средство. Медицинская и обычная марихуана содержит в себе каннабидиол CBD, который не имеет психотропного эффекта. Именно каннабидиол помогает избавиться от болевых синдромов. В медицинских целях каннабиноиды помимо курения используют в виде таблеток, чая, спрея, ингаляции, мази, масла и так далее. Ведь в первую очередь медицинскую марихуану рекомендуют анкобольным, она помогает пережить последствия химиотерапии, также эпилепсикам, людям, страдающим посттравматическим синдромом и при болезни Альцгеймера. Эфирные масла. Их тоже можно считать такой лекарственной медицинской историей, но я выделю для них отдельный пункт, потому что тут есть свои расты нюансы. Конопляное масло, о котором я говорила, это жидкость, получаемая из семян путем холодного прессования. Эфир же получает совсем из другой части растения. Вот здесь как раз используют цветы и листья каннабиса. И тогда при помощи пара мы получаем эфирное масло. Оно используется для массажа при параличе, мышечной усталости, фантомных болях, после ампутации, защищает от туберкулеза, расслабляет мышцы и снимает спазмы. Помните видео о том, где я рассказываю, почему пахнет каннабис? Вот я там подробно рассказала о терпенах, это как раз все они. Активные компоненты, входящие в состав эфирного масла, это мерцен и кореофилен, которые обладают сильными противовоспалительными свойствами. Эфирное масло каннабли также широко используется не только в ароматерапии, но и для ароматизации мыла, гелий, всяких пенок, скрабов, пищевой промышленности и даже для ароматизации пива. Вот так вот плавно мы с вами перешли к косметике и средствам личной гигиены. Масло каннабиса древних времен использовалось как натуральное и очень эффективное увлажнение кожи. Но по-настоящему модным ингредиентом в пьюти-индустрии каннабис стал буквально пару лет назад, на волне все больше декриминализации. Сейчас очень популярны крема, бомбочки для ванны, маски для лица, разные сыворотки, лосьоны после загара, для загара и так далее с каннабисом. У компании HEMS, например, есть шампуни, гели для душа, бальзамы. Я вам оставлю ссылочку, еще очень много полезных ссылочек, там внизу в описании. В конце, разумеется, упомяну то, что растения невероятно быстро перерабатывают углекислый газ в кислород. Конопля поглощает углекислый газ в 3, а то и в 4 раза больше, чем любое лиственное растение. В этом видео я хотела показать, что каннабис и конопля не только цветок, но и наш друг и помощник. В итоге бы хотела сказать пару слов от лица самого растения. Я могу накормить тебя, одеть, приютить. Я могу обеспечить тебя бумагой, топливом, пластиком. Могу вылечить и успокоить. От корней до цветков я преуспеваю во всем, что я делаю. Однажды люди пытались избавиться от меня. Они заявляли, что я опасна, но я просто была слишком добра с ними. Но, к счастью, есть люди, которые продолжали верить в меня. Ресурсы нашей дорогой планеты быстро истощаются, и я как никогда ей необходима. Спасибо большое за просмотр. Курите культурно, правильно и с умом. На связи была Раста Бэйби. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok